В сообществе «Тоска по интеллекту» публикация такая, как «Крик о помощи. Спасите Тону». Называется публикация «Посоветуйте» с вопросительным знаком. Здравствуйте, нужен совет человека, который разбирается в тонкостях медицинских, в особенности всё, что связано с аллергией. Вопрос следующего характера. Проходит ли у человека аллергия? У меня ребёнку 10 лет. До этого было всё нормально. А сейчас ни с того ни с сего начал чихать, задыхаться. Пошли к врачу-аллергологу, нашли у него аллергию на пыль, пух и так далее. Целый список. Плюс, говорят, ещё и с эстматическим компонентом. Пока даёт супрастин, помогает, вроде легче. И легче становится. Но врачиха говорит, что может, в принципе, ситуация ухудшиться. Говорит, могут его на ингалятор, аэрозоли всякие посадить. Я в ужасе. Что делать? Не может же человек жить всё время так с ингалятором чуть что? Брызгать. Подскажите, что делать? Это ж не жизнь уже будет. Ну, я по этому поводу написал. Надо понять, что у человека аллергия на цивилизацию. Аллергия, сердце, кровоизлияние в мозг и так далее, и так далее. Те, кто ездят на автомобилях, страдают ожирением и сердцем, апатией и унынием и так далее. Те, кто ходят пешком на третий этаж, живёт больше тех, кто ездит на лифте на все этажи выше. Один из рецептов доктора Боткина на приеме больному купцу – обратно ехать не на карете, а идти пешком. А дома впрягаться в экипаж и возить его по двору. Фабрики очищают продукты от микробов, и человек выпадает из среды обитания. И среда становится для него ядом. Вывод. Надо умеренно противостоять цивилизациям. Ходить пешком. Есть больше неконсервированного, всего освежего, что не обработано уничтожением микробов. Аллергикам надо, на мой взгляд, закаляться. Как начинают летом обтираться прохладной водой, и простуды отступают, если чуть подул ветром и так далее, так и аллергикам. Надо в миниатюре есть аллергены, постепенно наращивая их присутствие. Продолжение следует...